Виктор Навутов И папой вот этого шутника Виктора Навутова с Кириллом Навутовым Кирилл, добрый вечер Здрасьте, ребята, рад послышать Мы тоже очень рады вас слышать Мы немножко позаимствовали у вашего сына эту классную фразу Поэтому я надеюсь, он на нас не обидится Не обидится точно, не обидится Видно меня, не знаю, не обидится Кирилл, спасибо, что вы с нами, как говорится, уже в этом году И мы решили поговорить по поводу все-таки спорта Спорт это... Мы видим, мы видим, да, мы видим Кирилла, все прекрасно Видно меня? Да-да-да, очень хорошо, очень хорошо видно Кирилл, значит, если перефразировать Владимира Маяковского Да, вот начались Олимпийские игры в Пекине Мы говорим спорт, подразумеваем политика Что более... Говорим партия, подразумеваем Путин Да, и это тоже А что более история и матерью ценена Там в поле вот политика и спорт Насколько это сегодня стало таким... Такой большой проблемой А сами-то как думаете? Старый одесский ответ Мы думаем, что это большая проблема Но мы, это мы, живущие в США А вот человек, живущий в России Взгляд издалека Я думаю, что мы видим примерно одинаковые вещи Мы слышим немножко разные вещи Потому что все зависит от того, что там говорят медиа американские Что говорят медиа российские Но видим-то мы примерно одно и то же И понимаем реально, что происходит Все, в общем, совершенно одинаково И я не думаю, что здесь есть принципиальная разница Между Россией, Америкой, Саудовской Аравией И прочими другими делами Олимпийские игры Это большой международный митинг Или контест Или как угодно называйте Соответственно, это место, где стыкуется Большое количество стран И, собственно говоря, все страны мира И учитывая раскрученность самого бренда Самого понятия олимпийские игры И его медиа кавридж Понятно, что он не может не быть политическим И он, если и был неполитическим То только в самом-самом раннем своем зародыше Там на первых-вторых олимпийских играх Дальше это сразу Сразу была история Которой заинтересовались политики И постепенно, постепенно, постепенно Стали это подгружать И Ну, я не знаю, насколько это уместно сейчас вспоминать Такие вещи Но Человек, который придумал современные олимпиады По фамилии Пьер де Кубертен Он же первоначально предполагал Что это будут соревнования Не стран А отдельных спортсменов и строго любителей То есть, Гена, мы с тобой с утра ходим на работу Слышно, да? Да С утра ходим на работу А потом, значит, зайдя домой, переодевшись Бежим и боксируем друг с другом Или там бегаем на стадионе И потом встречаемся на олимпийских играх И неважно, где мы живем В Ленинграде, в Чикаго Где угодно На Маль-Йорке или в Сиднее Мы со свои деньги приехали Только со свои деньги И мы не граждане Австралии, Америки, России Или Белоруссии Или того сего Ты меня обогнал И ты чемпион Вот была идея Кубертена Очень быстро эта идея закончилась И поначалу так можно было И в частности Самая первая русская олимпийская золотая медаль Завоевана была в 1908 году в Лондоне В фигурном катании Хотя это были соревнования летние считается Это не зимняя олимпиада была Летних олимпийских только были летние Зимних еще не было Но фигурное катание было И одну из медалей там В исполнении фигур на льду Но это что-то типа обязательной программы Раньше в нашей юности Выиграл русский человек По фамилии Николай Коломенкин Он был государственным служащим Если точнее Он был налоговый инспектор В царском селе И как любой государственный служащий Он не имел права Публичного участия В каких-либо шоу без мероприятия Поэтому он выступал под псевдонимом Псевдоним Панин был И он под псевдонимом Панин На деньги, которые помогли ему собрать друзья Поехал в Лондон И выиграл золотую медаль Она сейчас находится в Эрмитаже Это такая маленькая золотая медалька Совершенно не похожая на нынешние олимпийские медали Не было олимпийского комитета в России Не было никаких сборных Поехал за свои бабки и выиграл А потом появились страны, команды, флаги, парады Потом немцы имени товарища Геббельса Придумали эстафету олимпийского огня И так далее, и так далее, и так далее И это быстро превратилось в политику Кирилл, давайте поговорим на не совсем приятную тему Мы за эфиром Переходите сразу к допингу Вопрос такой Есть в Америке закон Родченкова Который гласит о том, что тот, кто противодействует с помощью допинга американским спортсменам То есть там очень серьезные наказания Почти до 10 лет штрафа 10 лет штрафа 10 лет штрафа Геннадий, у нас штрафы другие в России У вас такие штрафы Это оговорка У нас это называется срока Срока Вот, да, 10 лет заключения И так как сборная США заняла второе место То может быть включен закон Родченкова Как вы вообще относитесь к этому закону И что вы думаете по поводу штаба этой бедной 15-летней девочки Ну то есть она не бедная, но попала вот в такую передрягу Там нету неталантливых Это раз На этом уровне нет неталантливых Это первое Второе, что касается штаб этой девочки или нет Это одинаковый штаб трех девочек Которые выступают из России Сегодня здесь есть такая девушка Которая, кстати говоря, как тренер состоялась в Америке По имени Этери Тудберидзе Которая в свое время была немножко фигуристкой Потом артисткой балета на льду В этом качестве оказалась в Америке Осталась там совершенно одна Сама там выбиралась, выбиралась И выбралась и стала таким вот тренером Который держит за яйца всю федерацию фигурного катания России Ну почти все Потому что она выпекает с регулярностью в 1, 2, 3, 4 года Новых и новых звезд одиночного катания у женщин Ну сейчас там и пары у нее есть и так далее Так вот Это вот собственно весь штаб и есть Самый главный человек в этом штабе Так вот Здесь по большому счету в России Никто не знает американских законов И в частности закона Родченкова И что там 10 лет штрафа за это могут нарисовать Это внутренняя радость американцев Россия, как вы знаете, страна независимая Класть хотела на всех с прибором По этой части И то, что Родченков Здесь все знают Всем рассказано, что Родченков мало того, что сумасшедший Он еще подонок Он главный допингист Он тут всем давал разные допинги Потом сбежал, чтобы здесь не сесть И прочее, и прочее Ну, Родченков, наверное, действительно Немножко сумасшедший Там поэт самодеятельный И так дальше Но я понимаю, почему он бежал Потому что в течение двух, кажется Или трех недель подряд умерли Два руководителя Московской антидопинговой лаборатории Все молодые 50-летние ребята Которые занимались физкультурой И так далее Ничем не болели Вдруг раз и умерли Один и потом второй Как раз между этими двумя смертями Родченков и свалил Я думаю, что он, в общем, прикинул Что эта судьба ему не очень улыбается И дело вот в чем Относительно закона Родченкова Надо ведь доказать Что кто-то специально применял допинг И тем самым нанес ущерб американцам Это раз Второе Даже если американцы посчитают Что они это доказали Им еще нужно будет достать фигуристку Или ее тренеров Допустим Если представьте, что они давали Запрещенные препараты Мне кажется, это все нереальная история абсолютно Это не хакеров ловить Вылавливать во всем мире Которые там ограбили, допустим Американских клиентов Банков и так далее Токены украли Криптовалюту и прочие вещи Нет, это нереальная история Но Я сегодня уже давал одно интервью Вместе со Светланой Журовой Депутатом Государственной Думы И олимпийским чемпионом По конькам Только не фигурным, а с красным Отвечали на вопрос с ним вместе Что это такое Это ситуация вся с Валиевой Это русофобия Или что-то еще Я сказал, что это не русофобия А русобардак В честном виде Мое мнение, что это 100% Наш русско-советский бардак Я объясню почему Безалаберность, разгильдяйство Любые матерные слова можно употребить Дело в том Мое представление об этом следующее После всего того, что произошло Вокруг России, с Россией За последние десятилетия По части допингов Когда Олимпиада в Сочи Оказалась вся измазана дерьмом навсегда И там были отстранены и лишены наград Олимпийские чемпионы Дикий удар по репутации страны Когда Путин должен был отмазываться И говорить, что в России нет государственной программы Поддержки допинга Государственной программы поддержки допинга в России нет Но есть масса частных энтузиастов Это раз Второе, там были с легкой атлетикой колоссальные проблемы После этого всего Надо быть клиническим идиотом Чтобы таким наивным, глупым способом Вталкивать в организм молодой девушки Препарат совершенно неочередного свойства Это то, что он там три метазидина лекаря Это предуктала Любой взрослый человек Среди вас есть медики Я не могу объяснять Предуктал это сердечно-сосудистые средства Которые дают сплошь и рядом Я не знаю, какое в Америке оно имеет торговое название Но наверняка есть У нас это продается как предуктал После инфарктов дают людям при нагрузке С ослабленной сердечной мышцей Примитивно выражаясь, он облегчает доступ кислорода к сердцу И к тканям организма Одно из укрепляющих средств Неважно, допинг это или не допинг Он входит в список запрещенных препаратов Если я не путаю По группе С4-4 Или что-то в этом роде С4 То есть третья группа Там четвертая строчка Значит, надо быть кретином Зная, что будет допинг-контроль на Олимпийских играх Что будет допинг-контроль перед Олимпийскими играми Что будет допинг-контроль Что есть сегодня право у антидопингового агентства Прислать допинг-офицеров К любому зарегистрированному спортсмену В любой момент они сдают планы Где он будет находиться в этот день, в этот день, в этот день Без предупреждения могут приехать и потребовать допинг Сдать анализ Надо быть кретином, чтобы поступать таким образом И два варианта Либо это все-таки кто-то действительно раздолбай и кретин Это чисто в виде русское раздолбайство Либо это бардак в смысле в организации жизни этой девушки Потому что, ну хорошо, если вы ей не доверяете Вы считаете, что наивный 15-летний ребенок Хотя в это я не верю Она спортсмен мирового класса Она растет в обстановке, где эти темы постоянно обсуждаются Она прекрасно понимает, какая на нее возложена ответственность Страна на нее смотрит и так далее Какие ставки вокруг этого Они все это прекрасно понимают Хотя, конечно, они юные Ей там 15 Двум следующим 17 Вот Завали его не знаю Знаю за кое-кого другого У них очень своеобразные представления о жизни Они мало чего знают Они там с одной из девочек с третьего класса не ходят в школу Думаю, что все остальные так же Это называется домашнее образование Ну какое домашнее Ну там периодически приходят к ней преподаватели По там 3-4 базовым предметам Или 5 Они с утра до вечера на льду Там с 5-летнего возраста Особенно сейчас Ну нельзя прыгать четверные прыжки Не занимаясь этим каждый день 35 часов в сутки Ну мы реально понимаем Они же не спортсмены, любители Сегодня уже тема любительства закрыта В этой ситуации Когда всем известно, что допинг-контроль есть Если вы не можете обеспечить Полный стопроцентный контроль Всего, что попадает к ней в организм Всего, что она надевает Всего всех мест, куда она ходит И так далее Я же говорю, там Питается как Само собой Даже с кем целуется Если она с кем-то целуется Потому что Такие случаи бывали Когда Какие-то запрещенные субстанции В организм одного человека Попадали через слюну другого Когда молодые люди целуются С ними это, как мы с вами помним Периодически бывает Даже если не 15 еще пока 17, так 100% Основной вид деятельности В свободное тренировок времени И Звучат идиотические вещи Что Оказывается Этот препарат мог случайно попасть Потому что Ее дедушка Не очень молодой человек Принимает это лекарство Для сердечно-сосудистой Деятельности Так если вы Не можете обеспечить Так Сделать так Что основная Главная звезда Вашей команды Нашей команды Страны Целой Чтобы она не была Под угрозой Случайно что-то съесть Если вы не можете Обеспечить ее дома Отстранить от дедушки Проверять Полностью Чем она питается Если вы не можете Это Бандак Это безответственность Тотальная Людей Которые Все это дело Должны делать И это к сожалению Очень по Русско-советски А если это специально То это преступление И это преступление Не против Американских спортсменов Которые заняли второе место Это в первую очередь Преступление против Российских Спортсменов И страны в целом Вот и все Кирилл Вот если Я вот помню Перестрочное время В это время Значит Сборные по футболу И олимпийскими Стали чемпионами И играли в финале Чемпионата Европы То есть Шла вот такая Как бы страна Преобразовывалась И спортивные достижения Становились Очень весомыми Ну это было И в хоккее Ну в хоккее В принципе Это как бы всегда было Но все-таки Это стало Появляться Более новые игроки Вот скажите На ваш взгляд А является положение В стране Таким отражением В спорте Насколько это влияет Потому что я посмотрел Девятое-восьмое место На олимпиаде Все-таки мне кажется Это Ну Катастрофа для России Во-первых Олимпиада не закончилась Во-вторых Бывало и хуже На олимпиаде В Ванкувере Они заняли По-моему 13-е место Мне кажется В-третьих Я не вижу В этом ничего Смертельно страшного В конце концов Это спорт Но Есть виды Спорта В которых Традиционно сильны Норвежцы Канадцы Американцы Немцы Традиционно сильны И Ну скажем Русские Это спорт Сегодня вы сильнее меня Вы победили Я не склонен Видеть в этом Катастрофу И трагедию Это первое Второе Надо иметь в виду Как вопрос О политике В олимпийских играх За последние 20 лет Ну 30 лет Программа Зимних Олимпийских игр Очень расширилась Очень сильно Расширилась За На целые Две группы Видов Соревнований Она увеличилась Каждая из которых Там 12-13 дисциплин Фристайл И сноуборды Плюс еще В горных лыжах Появилось Там всякие Параллельные Свалы И так далее Суммарно Там Вот по горнолыжному По альпийскому Кластеру Там 30 дисциплин Добавилось Надо сразу Иметь в виду Что Все эти дисциплины Не российские Россия Не страна Альпийских Лыжных дисциплин Есть отдельные спортсмены Которые хорошо выступают Отдельные спортсмены Но Россия Это не страна Альпийских курортов На которой ездит Много Upper middle class И middle class И богатых людей И которые Оплачивают Занятия своих детей На этих курортах И так далее Это там у вас В Америке Этого было полно Там В альпийских странах Европы Этого полно В Советском Союзе Этого не было И вообще Там горных Просто горных курортов Нету Где сейчас Красная поляна В Сочи Туда биток Очередь стоит Там хорошие Сделали трассы На Алтае Что-то на Урале Есть Что-то в Хибинах Там есть Но этого Во-первых Не много Во-вторых Альпийские курорты Это же еще сервис Это должно быть круто Это требует больших денег И в одно мгновение Это все не происходит А мир альпийских стран Он набит курортами И спортсмены Там вырастают постоянно И вот появление новых дисциплин Олимпийских Эти Дало большие преимущества Определенным странам Просто баланс Изменился в эту сторону Если раньше Что были олимпийские игры Лыжные гонки Это традиционно Ну советское и русское Вид Где очень хороши были Всегда спортсмены из России Россия страна Где 9 месяцев зима Остальное осень Север Урал Сибирь Что хочешь возьми Да Ну биатлон отнесем сюда Коньки Много льда И такие великие люди Как Скобликова Там Куликов Там Людмила Титова Степанская Там полно народу Чемпионы Хлебников Назовем десятки Что еще были олимпийские игры Фигурное катание Где Начиная с Белоусова Протопопова В 64-м году Стали появляться регулярные Олимпийские чемпионы То Роднина То Там еще кто-то Горшков и Пахомова Когда появились танцы В 76-м году Горшков, Пахомова Потом Моисеева, Мининков Там Бестемьянова Букин Полно народу Хоккей С шайбой Это тоже советская история Вот вся Олимпиада была Вот это было Ну и немножко горные лыжи Там они чуть-чуть что-то сквозили Все Не было шортреков Куда рванулись Китайцы, корейцы, японцы Мелкие Азиатские народы Невысокого роста Не было вот этих всех фристайлов И так далее И так далее И баланс По количеству Шансов для побед Сместился в ту сторону Это тоже надо иметь в виду И это на уровне МОКО Продвигают те страны Которым это выгодно Так же как Россия продвинула Командные соревнования В фигурном катании Где Валиева каталась Все понимали Что это в первую очередь На руку Россия Америки Там и еще кому-то Поэтому Насчет катастрофы Мне не нравятся эти формулировки Потому что Катастрофа Если будет доказано Доказан прием Запрещенного препарата Фигуристской Камилы и Валиевой Вот это Совсем катастрофа А то что В этой олимпиаде Наша выступит И Россия выступит Хуже чем в прошлой Допустим Или там Не так хорошо Как внутри планировали Это спорт Например Никто не планировал Три золотые медали В лыжных гонках Они уже есть И лыжные гонки Еще не кончились Это потрясающий успех Тренера И президента федерации В одном флаконе Елены Вяльбе Ну уникальная лыжница Она же мировая рекордсменка В свое время Она выиграла На чемпионате мира Единственный случай В истории Все пять золотых медалей Это Вяльве была 25 лет назад ровно Ну вот она Лыжники так побежали Ну Триумф Три золотые медали Очень хорошо Я не вижу В этом проблемы Кирилл Мы сейчас уйдем На короткую рекламную паузу И вернемся Через пару минут Мы возвращаемся в программу Политинформания Радиостанция Народная волна Чикаго Ее ведущие Эдуард Брумер И Геннадий Брумер И продолжаем беседу С российским журналистом И с очень интересным человеком Кириллом Набутовым Кирилл, вы с нами? А то Кирилл Во второй половине передачи Мы бы потихоньку будем уходить От спорта Но все-таки Следующий мой вопрос Будет тоже Касательно спорта В некоторых ваших передачах Кстати, хочу сказать Нашим радиослушателям Смотрите передачи На ютубе Кирилла Набутова И его сыновей Набузили Набутовы Это две разные передачи Выходят каждую неделю Это все внутри интернета Интернета, да На ютубе Да, на ютубе Но есть Есть отдельная передача Где вы рассказывали Про израильских теннисистов В Донецке И рассказывали И рассказывали О шахматной партии Корщиной Карпов Очень известной У меня вопрос вот в чем Мне кажется Что вы испытываете Определенные чувства к евреям Рассказывая В данном контексте О том Что происходило И на корте В Донецке И За шахматной доской Я прав? Слушайте Нет, не совсем Значит, чтобы снять все Чтобы Чтобы снять все недомовки Значит, первое Я абсолютно Эмоционально неокрашенный человек То есть я Испытываю Одинаково Хорошие чувства Ко всем людям Которые Хорошо себя ведут Ко мне Хорошо относятся И мне симпатично Среди моих друзей Есть очень много евреев И часть из них Живет в России Часть живет не в России Дело не в этом Мне совершенно Наплевать, кто они Евреи, русские Или кто-то еще Это первое Второе Я по Галахе Я являюсь отцом двух евреев Прошу иметь вас в виду И Значит Поскольку они По маминой линии Значит Имеют женских предков Вполне Восходящих К харьковским Еврейским Родам Соответственно Какие ко мне вопросы Я вообще Дархон могу просить Скоро уже В Израиле Но поэтому Мы вас заподозрили В этом То есть Это Чуть-чуть В том, что я буду Просить Дархон Нет В чувствах В чувствах В определенных чувствах Абсолютно нет Я отношусь Еще раз говорю Я к людям отношусь Не по Не по Национальной прилине Но если говорить С другой стороны То как можно Относиться Без Серьезного Внимания И уважения К Можно сказать К самому древнему народу Какой только существует Во всяком случае Для христиан Мы все-таки Библию так или иначе Чего-то почитывали Я правда Не христи Не обрезанный Но Тем не менее Я что-то там Что-то знаю По этому поводу Нет Все в порядке Про большой теннис Про большой теннис В Донецке Это было Конечно Очень Интересно И я Я еще не рассказывал Про то Как сам теннис Складывался Потому что Никаких записей Этого матча нет СССР-Израиля Телевидение Снимало Это все Осталось только В воспоминаниях Участников Но Самое потрясающее Что против этого Четвертого номера Мирового рейтинга Тогда Шлома Гликштейна Израиль Тяннина Играл мальчик Которого тогда Еще никто Никто не знал И его Торпищев Тренер нашей сборной Сильно рисковал Выставляя Но он Просчитал Очень хорошо Его возможности И Чесноков Выиграл этот матч Я еще раз говорю Там было много Всяких историй Связанных с тем Как поливали корт Чтобы он был мягче В пределах разумного Но Понимая Что Гликштейн Тяжелый Он быстрее устанет На корте Более мягко Как КГБ Селило Израильскую Команду На отдельном этаже В этой гостинице Я жил Кстати говоря В этой гостинице Потом в гостях У Бубки был Сережа Я жил В этом отеле Заблокировали этаж И вдруг приезжает Космонавт Волк С ним друзья Часть из них Евреи Куда их селить Мест нет Селить в этот коридор Вместе с израильтянами Чтобы советские евреи Не общались С израильскими евреями И особо Потрясающая Конечно история Когда В полной тишине Сидели там Зрители А действительно Донецк был теннисный город Такого качества кортов Как в Донецке Было только в Риге Там Патрон был Начальник Железной дороги Донецка Любитель тенниса Он вкладывал деньги И в полной тишине Когда идет напряженный матч На подаче стоит Бликштейн И Крик С трибуны Стошный Шлема давай И после чего Когда возникает пауза На корт выскакивает Человек По фамилии Гурбич Не Гурвич Что было бы Еврейская фамилия Гурбич Украинская фамилия Это заведующий Отделом пропаганды Донецкого Обкома партии Главный идеолог Донецка Кричит Бежит Доль трибуны Кричит Какая Сука Кричала Шлема давай Это совершенно уникальная история Кирилл А если бы Хорошая история Сегодня Российский Значит Политический Эстеблишмент Переживает По поводу Здоровья Владимира Жириновского Честно говоря Я Никогда Не думал Что То есть Я Понимал Если вы продолжаете Еврейскую тему Тогда уж Называйте Гориндильштейном Будем так говорить Пока Он под фамилией Значит Жириновский Старается Под отчеством Вольфович Вольфович Да Он Значит Это сын Адвоката Или Юриста Я не помню Как он себя Позиционировал В этом плане Вот Мать русская Мать русская Отец юрист Точно Вот Ваши Впечатления Если вы Может быть С ним встречались Может вы брали У него интервью Может вы с ним Как-то Общались Об этом человеке На съемках В Москве Разных Не я У него Вместе Снимались В какой-то Ерунде Общался Общался Вот Впечатление Потому что О нем Говорят Разное То есть Без камеры Это один человек Когда включается Камера Это совсем Другой человек То есть Без него Как-то скучновато На политическом Стаблишменте Вот Российской Элиты Во-первых Он стал старый Сытый Старый Во-вторых Да В какой-то степени Это правда Но никто же Из нас На экране Не бывает Таким Каким В жизни В-третьих Он очень талантливый Человек Талантливый Клоун Который В свое время Это был еще При Савке Ну и сказал Ну а вот Вот этот Вот эти все Бомжи Не бомжи Вот эти вот Как бы Маргиналы У них же должен быть Кто-то Кто будет У них свет в окне Представлять Их интерес Вот это буду я Я никогда не проверял Но Не исключаю Что это действительно Был проект КГБ На ранних На ранних Стариях Вот он здорово Раскрутился Он хорошо торговал Местами в партии Своими там За определенные бабки Туда полно И бандитов Ступал И всяких Сомнительных людей И тогда он оказался Талантливым коммерсантом И артистичным человеком Настоящий Еврейский талант Хорошо Может он еще На скрипке играет Я точно этого не знаю Но Во всяком случае Во всяком случае Он в порядке Он в общем Много заработал Он же в свое время В 90-е годы Все сделал так Что у партии Было тогда Много всякой собственности Она вся была На него записана То есть Он был в полном Шоколаде Кирилл Давайте поговорим О такой прекрасной Стране Швеция Я слышал В которой Российский посол Очень На Специфическом Дипломатическом Языке Ну то есть Дипломатический язык И так специфичен По своей сути Но Там была еще Более большая Специфика Которая давая Интервью Шведскому По моему Изданию Или телевидению Сказал Что нам На Ну я не буду Радио Произносить Произносить Это слово Оно Чуть-чуть Пахнет Другим Как вы вообще Относитесь к Дипломатическому языку Сегодняшнего МИДа И вот в данном Контексте Этого Дипломатического Работника Я бы может быть Отвечал чуть-чуть Шире Я вообще плохо Отношусь к тому Что происходит С русским языком К большому сожалению Сам к этому Причастен Но Интернет С его размытыми Рамками Приличия И слишком Широкими Рамками Возможностей Привело к тому Что Язык Полно слов Которые в годы Моей юности Просто были запретными Или вообще Их нельзя было Никогда Произносить А уж тем более При женщинах Это сегодня Уже совершенно Нормальный язык Которым пользуются Все А те слова Которые сказал Этот толстый мужчина Вот посол Забыл его фамилию Татаринцев 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 Значит Татаринцев Это просто Сегодня уже Нормальная Совершенно бытовая речь То есть У этого процесса Есть масса защитников Которые говорят Ну язык Живой организм Он развивается В соответствии С требованием времени Сегодня интернет Очень расширился И там Можно говорить По-всякому У меня даже Подходит Ребята Молодые говорят Не мог бы ты Немножко матерку Добавить там В интернете Это лучше идет Тогда Публика Лучше это Лучше слушает Я попробовал Один раз Как-то я понял Что это неорганично Получается И больше этого Не делал А что касается Что-то того Что он там сказал Да ребят Это сегодня Уже считаю Почти русский Литературный язык Ну что С другой стороны Конечно Если без шуток Говорить То мне это Слышать Из уст посла Чудовищно Просто чудовищно С другой стороны Я слышу В общем откровенные Хамские заявления Которые звучат Там из уст Допустим Главной Пресс-секретаршей Российского МИДа Захаровой И еще некоторых Тут девушек Из Медиа элиты Но мне тоже В общем Становится Немножко стыдно Это такой Совершенно Базарный разговор Но это Такое Это такое Веяние в Рим Я думаю Что это делается Вполне осознанно На самом деле Чтобы сделать Чтобы сделать Стейтменты Заявления Более близкими По духу Широкой аудитории Широкой аудитории Очень широкой Кирилл Вот если брать Журналистскую Братью России Ну не только Россия Я имею в общем В целом Но в данном случае В России Есть такой Журналист Честно скажу Не могу сказать Что он талантливый Хотя его могут назвать Талантливым Журналистом Наверное Талантливым Андрей Караулов Он в свое время Был такой Медиа Как сказать Такой Медиа Знаменитостью Потом его Отстранили Как бы в сторону Отодвинули 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 Потом просился На все таки Чтобы его воспринимали Тоже допустили До эфиров Но этого не сделали И сейчас он Открыл свой канал И как говорится Такой гуру По многим вопросам Если можно Что собой представляет Вообще Как человек Может вы с ним тоже Общались Андрей Караулов И я понимаю Что на личности Переходить может быть Не очень правильно Но все таки Для меня Это личность Прямо скажем Некошерная Некошерная Не очень Приятная Некошерная Личность У меня вообще Есть принцип Я стараюсь Про коллег Ничего не говорить Потому что Я понимаю Что точно так же Они могут Что-нибудь Проговорить про меня И с какими-то Из них У меня очень Хорошие отношения С какими-то Плохие отношения С какими-то Никаких отношений Я В данном случае Хотел бы Воздержаться Но Боюсь Меня просто поймут Так что я кокетничаю Или хвастаюсь Или пытаюсь За счет других Как-то себя Представить Каким-то беленьким И пушистым Но Караулов Относится Или относился К числу людей Которые Делали на мой взгляд Нехорошую Одну вещь Когда он Продавал Свои передачи Телевизионные Чисто интервью Я другого не видел Что-то делал Кроме интервью Вообще Он по-моему Театральный критик По происхождению По национальности Он там Разъезжая По городам Где идут Предвыборные кампании Это еще время Ельцинское Там Девяностое Конец девяностых Годов Он как раз Был в популярности Тогда Его охотно Всякие губернаторы Кандидаты к губернатору Зазывали Чтобы сделать Там интервью Засветиться В интервью С Карауловым Он делал Свои эти передачи Я забыл Как он называется Ездил по городам И на местных Каналах Это показывалось Чтобы люди смотрели Как будто Люди простые Они не догадывались Что это Специально снятые Интервью Плюс губернатором Губернатором Этого города А не федеральный Эфир И это стоило Довольно Большие денег Я даже знаю Сколько это стоило Для меня Вот такие вещи Недопустимые Если ты делаешь Какую-то передачу Это действительно Передача Программа То продавать Ева За таким образом За бабки Там Рекламно-выборные Допустим Плохо Я бы так никогда Я никогда так не делал Можешь отдельно Сделать любую другую Я Вася Пупкин Кирилл Набутов Андрей Караулов Я вам хочу представить Моего знакомого друга Губернатора Пупкина Ради бога Но подсовывать это Под марку Программа Которая принадлежит Федеральному каналу То есть Ты обманываешь зрителя Я сталкивался С этим В его исполнении И мне это не нравится Что касается Того Какой он человек Я не имею права говорить Я с ним не знаком Мы когда-то Пересекались Один или два раза Ну мелько Врать я не хочу То что он сейчас Делает то Что я вижу Первое замечание Единственное Которое я ему сделал Привести себя физически В порядок И похудеть Потому что Он располз И расстолстил Очень сильно Мы с ним ровесники Пример Вот это я пожелал Что касается того Что он говорит Ну Преступление не совершает Мне может не нравится Кому-то нравится Подписчиков много Значит Находит свою аудиторию Передача Называлась Момент истины Момент истины Кирилл Вы высочайшего уровня Профессионал Журналист Большой буквы А скажите Такой Вопрос Нет Это не так Нет Так Почему Почему вы не пропагандист Ведь это дает Очень большие Привилегии Привилегии Барыши Главный экран То есть Ну просто Все А вот Вы Не стали пропагандистом Я вообще старался Всегда в политике Держаться подальше Честно скажу Это первое Второе Знаете Если бы мне предложили Что-нибудь пропагандировать Может быть Я и стал бы И тогда жизнь бы пошла По другому Были такие предложения На самом деле Но Если говорить серьезно То несколько лет назад На первом канале Запускали такую программу Время покажет Сейчас это такая Несущая конструкция Дневного эфира Первоканального Запускалась она Вскоре после Событий на Донбассе Вот так Я не помню точно Когда это был Четырнадцатый год Конец может быть Может быть Начало пятнадцатого года Что-то в этом роде И тогда Эту программу Запускали Там на этом канале С расчетом Что вести ее буду я И они мне даже Позвонили Как-то ребят Сказали Давай приезжай быстро Мы через три дня Должны запуститься Ты знаешь Как ты любишь Ты умеешь В прямом эфире Тут так Все Намечена Тема Злоба дня Ребята Главная тема Будет Это Крым Донбасс И все Что с этим связано Других тем нет В четырнадцатом году Олимпиада В Сочи Уже прошла Нечего больше Обсуждать Ну Стоит Может быть Это тоже Но совсем чуть-чуть А так Обо всем Об экономике Политике Я сразу Отказался Потом Я посмотрел Что это Вылилось И что собой Представляет Эта программа И Ну Все понятно В этом Я участвую Я участвую Точно Вот и все Может быть я дурак Там Могу заработать Больше денег Там для семьи То есть наверняка Вы мог Кирилл Вы нам нравитесь В каком качестве Вы нам очень нравится В том качестве В котором Мне тоже Неподкупный Рыцарь Без страха И упрека Кирилл Вот Есть такое понятие Что природа Отдыхает на детях Я сначала Не о вас Я на себе Это чудо Да Мы сейчас Природа нам не отдыхает А вот по-моему Неделю назад Исполнил 75 лет Татьяне Тарасовой Абсолютно великий Великий тренер Вместе с тем Ее папа Был великий Хоккейный тренер И естественно Если говорить о вас То У вас Профессия Будем так говорить Как бы Изнутри Из семьи Немножко слов О Татьяне Тарасовой Если вы с ней встречались Потому что Дама такая Очень серьезная Дама такая Очень серьезная Она в чем-то Я был знаком С ее папой Даже лучше чем с ним Чем с ней Хотя конечно Разница в возрасте А мальчик Там У него возможность С ним общаться Она по манере Разговора И по манере Общения со спортсменами Она в чем-то Может быть Непроизвольно Копирует своего папу Она и внешне На него похожа И Ну может это Звучит не очень корректно Я ни в коем случае Не хочу Я бить И даже С возрастом Она стала фигурой Похожей на него Она тоже так Стала немножко Потяжелела слегка Антоний Владимирович Это был крупным мужчиной Вот И это тот редкий случай Когда В общем Дочь Ну правда Это фигурное катание Не Не хоккей Когда дочь Пошла по стопам отца И Можно сказать Что природа На ней не отдохнула И конечно Тарасов Это Выдающаяся фигура Но мне всегда Обидно Когда я вижу Сколько посмертной Славы Есть у Анатоли Владимировича Тарасова И вот тут И фильм Легенда 17 Про Харламова И вот значит Тут ЦСКА Мне всегда Против друга Чернышов За Московская Динамо Набутов За Ленинградская Динамо Чернышов Был победителем Первого чемпионата СССР По футболу 36-го года Не было еще Никого Хоккея с шайбой В Советском Союзе Как спортсмен Он был выше Тарасова Значительно И он тренировал Московская Динамо Тарасов ЦСКА И ЦСКА Была более знаменитой Более успешной Командой Там был богаче Набор игроков И всех призывали В армию Активнее Чем Динамо В КГБ И милицию И Как клуб ЦСКА Был сильнее За счет этого Тарасов Больше всего Игроков В сборную Давал ЦСКА И они Очень уважительно Так Разработали Друг с другом Всегда Как бы всегда Вдвоем Вдвоем При этом формально Главным был Чернышов А так история Распорядилась Что фамилия Тарасова Звучит гораздо Гораздо Больше В том числе Потому что Татьяна Тарасова Это медийный человек Сегодня Мало кто помнит Молодые Средние Каким был Анатолий Тарасов Но Поскольку Фамилия Тарасова Звучит То это отражается И на память О нем Вот Но она Безусловно А что спорт Есть спорт И там Результаты Все решают Тарасова С ее победами Не будем забывать Что тот же Лелик Ягудин Ее И там Пары Танцевальные Фигурные И так далее Она Виктор Виктор Участвовал В нашей Передаче Один раз Это было Очень весело И интересно А вот О Петре Мы знаем Меньше Они похожи На вас Смахивают В этих передачах Вы сидите Между двумя Такими Серьезными Ребятами Которые За это Приходится К сожалению Терпеть Кирилл Большое спасибо За это интервью Категорический Шалом Вашему сыну Виктору Передайте ему Большой привет Из Чикаго И Мы у вас Мы всегда Очень рады Вам в эфире Будьте здоровы И вне эфира И вне эфира Да Хорошего настроения Будьте здоровы Вы Я помню Кто-то занимался Там проблемами Сердечно-сосудистыми В свое время Будучи молодым Человеком Было Было такое Я припоминаю Да Я старше Почти на 15 лет Товарищи Ну Будем стараться Я не занимался Этими сердечными проблемами Я просто решил Проверить Я просто решил Проверить Насколько медицина В Америке Работает эффективно Скажу честно Работает Очень и очень Эффективно Так что Я кстати проверял Как медицина Работает в России Уж так если честно Принято ее тут Харить со всех сторон Я могу сказать Что Руки и мозги Здесь есть Инструментарии Здесь есть Необходимые Есть Здесь хреново С точки зрения Комфорта Палат Жратвы В больнице И всего того Про что вы сами знаете И здесь всегда С этим будет хреново Всегда Если это не будет Суперэлитно Суперплатно За дикие бабки Но Меня спасли Два раза От больших неприятностей В жизни В московских Вольницах Не за границей У меня была возможность Поехать Оперироваться Туда-сюда Там Германия Италия Израиль Конечно И так далее Я перевелся в Москве И низко кланяюсь докторам Которые меня спасали Так что Я патриот В этом смысле Кирилл Берегите себя Всего самого наилучшего И до следующих встреч Мы не прощаемся Спасибо Всего хорошего